Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, существует ли в вашем понимании грех? Да. А что это такое? Ну, грех может быть абсолютно разным. Обман, измена, убийство. Это же все грех. А если люди знают, что это плохо, почему они грешат? Иногда, может быть, получается непреднамеренно. Не знаю. В моем понимании существует грех. А что это такое? Это, самый большой грех, это плохое отношение к родителям и неуважение человека. А почему люди грешат, если они знают, что многие вещи делают плохо? Ну, по-моему, грех – это одно из состояний человека, с которым нужно бороться, но не все могут его победить. Да, конечно, существует. А что это такое? Это нарушение каких-то нравственных устоев. Ну, грех мы знаем, что есть. Это ошибка тоже. А почему люди, зная, что они делают что-то плохое, тем не менее грешат? Человек слаб. И вся наша жизнь – это же борьба со злом. Нас человек тем и силен, если он противостоит каким-то греховным помыслам. Ну, а греховные помыслы – это наша лень, бездействие, пьянство, разнузданность и пристрастие к чему-то… к чему-то вообще пристрастие. Ну, я думаю, да, определенно нехорошие вещи стоит назвать грехом. А что, например? Воровство, я думаю, обман, ложь. Я думаю, это стоит назвать грехом точно. А почему люди грешат? Потому что люди – слабые создания. И не всегда они контролируют все свои действия и поступки, не всегда они могут сделать правильный выбор и с совестью своей тоже как-то все уладить и все сделать хорошо, и правильно, и честно. А что им делать, чтобы стать сильными, чтобы противостоять своим слабостям? Наверное, учиться у старших, у каких-то более духовных людей, каких-то наставников. Учиться вот таким вещам, которых не хватает. Я думаю, что это нужно у более мудрых людей вообще. А если люди это знают, то почему они грешат? Ну, потому что люди представляют две стороны медали, как и все – черную и белую, божью и дьявольскую. И вот какая побеждает, в тот момент они или грешат, или совершают чудо какое-то. Спасибо. А как победить к себе вот эту черную сторону? Надо над собой работать и знать это, понимать и следовать заветам Божьей. Надо всегда помнить об этом. Измена, обман, плохое отношение к родителям. Все, что угодно, все, что тебе совесть не может позволить, а ты это делаешь – это грех. А почему люди грешат? Ой, по разным причинам. Чаще всего деньги, власть. Это трудно сформулировать, но если человек доведен до отчаяния, он многое может нарушить и согрешить. Главное, чтобы люди жили в достатке. Как сказал, я не помню один из великих русских философов, человеку для полного счастья и нормальной жизни нужно чуть-чуть больше минимума. Все, остальное не нужно. И если человек живет в достатке, то он меньше грешит, мне кажется. Перед Субтитры добавил DimaTorzok